Урок 26. Задача первая. В треугольнике А, В, С угол А 20 градусов, угол В 80 градусов, можно сразу найти третий угол, 180 минус 20 минус 80 будет 80. Значит, это равнобедренный треугольник, с основанием В, С. Дальше, что известно по условию задачи. Через вершину В проведена прямая В, Д, так что луч В, С бисектриса угла А, В, Д. Бисектриса делит угол пополам, значит, угол В, В, С тоже 80 градусов. Обратите, пожалуйста, внимание. Равны углы Д, В, С и В, С, А. Это углы по 80 градусов. Это накрест лежащие углы при параллельных прямых А, С и В, Д. И секущей В, С. Значит, прямые параллельны, утверждение верно. Задача вторая. Дан треугольник МНП, НС, бисектриса и высота, значит, сразу можно сказать, что это будет равнобедренный треугольник, с основанием МНП, а углы при основании равнобедренного треугольника равны. Так, кроме того, известно, что МНП – бисектриса угла НМТ. Значит, вот этот угол тоже будет равен, иметь такую же градусную меру, как углы при основании равнобедренного треугольника. Вот это углы накрест лежащие при параллельных прямых НП и МТ и секущей МП. Значит, утверждение верно, прямые параллельны. Задача третья. Дан треугольник АВС, БД – бисектриса. Бисектриса делит угол пополам. Давайте сразу отметим равные углы. Известно по условию, что АД и БД равны отрезке. Значит, треугольник АВД равнобедренный с основанием АВ. А углы при основании равнобедренного треугольника равны. Вот отмечены равные углы. Известно, что угол С в 6 раз больше угла А. Давайте градусную меру угла С обозначим за 6х градусов. А градусную меру угла А – х градусов. Так, равные углы. Вот х градусов, х градусов. Сумма углов треугольника – 180. Значит, х плюс х плюс х плюс 6х – это 180. Значит, 9х – 180, х равен 20, 20 градусов. А надо найти угол С. 6 умножить на 20 будет 120 градусов. Таков ответ. Задача четвертая. Дан равнобедренный треугольник ВСД с основанием ВД. Давайте сразу отметим равные углы. Углы при основании равнобедренного треугольника равны. По условию ДЕ бисектриса. Бисектриса делит угол пополам на два равных. Угол ВЕД в 5 раз больше, чем угол СДЕ. Значит, градусную меру большего угла из этих двух обозначим за 5х градусов. А градусная мера угла СДЕ – х градусов. Надо найти градусную меру угла С. Углы при основании равнобедренного треугольника равны. Значит, если угол Д – это х плюс х, значит, угол В – два раза по х, это 2 умножить на х. Теперь давайте рассмотрим треугольник ВЕД. Сумма углов треугольника – 180 градусов. Значит, 2х плюс 5х плюс х – это 180 градусов. Значит, х равен 22,5 градуса. Углы при основании равнобедренного треугольника В, С, Д по 45 градусов. Это 22,5, надо умножить на 2. 45 до 45, значит, угол С прямой. 180 минус 45 до минус 45 будет 90 градусов. Ответ – 90 градусов. Задача пятая. Из вершины прямого угла С треугольника АВС проведена высота СД. Надо найти угол АСД. Вот этот угол надо найти. Если известно, что угол В – 50 градусов. Если угол В – 50 градусов, угол С прямой, угол С прямой – 90 градусов, значит, можно найти угол А – 180 минус 90 до минус 50, значит, угол А – 40 градусов. Угол А – 40 градусов. А теперь давайте рассмотрим треугольник АСД. Вот этот угол прямой, потому что СД – высота. Значит, этот прямой, угол А – 40 градусов, значит, третий угол этого треугольника – 50 градусов, потому что сумма углов треугольника – 180. 180 минус 90 минус 40 получится 50 градусов. Значит, угол АСД – 50 градусов.